девочки мальчики всем добро пожаловать на канал с вами буковинка лада вот записано уже другие видео но прежде чем я эти видео начну выставлять и там записывать видео по другому поводу хотела прокомментировать видео насчет папина кардиостимулятора потому что столкнулась с негативными комментариями из-за того что как бы я стою с протянутой рукой и прошу денег при том при всем что я живу в америке у меня муж американец и так дальше вот я хотела остановиться на этом моменте вот и уже у меня видео есть по поводу того так чем мы отличаемся люди там и здесь да вот так вот это видео именно по поводу того что разницу как воспринимают люди то что я прошу денег я прошу помощь и финансовый тут и как реагирует на это скажем мои бывшие соотечественники вот и даже если не мои соотечественники а вот там девушка какая-то писала из молдовы она сама потом кто-то писал ну принципе я уже не интересовалась на наши бывшие соотечественники комментировали на русском языке то есть понятно вот так вот что хотела прокомментировать значит то когда мы узнали что значит нам нужно 8000 вот на кардиостимулятор которые не просто кардиостимулятор почему такая сумма бешеная то есть я уже всем девочкам вот прежде чем я порезу сюда девочкам всем кто прокомментировал мне пришли очень длинные письма в email мне очень обстоятельно люди объяснили и посоветовали куда можно пробиться еще можно сделать несчастью мне ничего из этого не подходит потому что проблемные у меня папа он у меня без ноги инвалид мне его транспортировать по украине по за границам за ранец еще может было бы возможно его перевозить по украине это просто запряжено с кучей проблем можете себе представить наши поезда и все остальное и без ноги инвалид у которого плюс еще приступ за приступом скинокардией потому что он нездоровый да то есть ему на его костылях далеко не пройдешь то есть это нужно коляска это нужно на коляску садить на нужно коляску грузить скоростей разружать это кто будет делать мою маму который переломанную обе запястья в общем и не никакая не транспортировка не поездка сюда не подходит нам потому что я просто боюсь он не долетит плюс эта проблема с открытием визы опять такие мне советовали что да может легче было бы сюда перевести не легче не легче и легче потому что времени у нас столько много в общем не важно не важно хотел сказать всем спасибо кто советовал всем спасибо девочки кто молился просто за ваши пожелания за ваши мысли за то чтобы были со мной в трудный момент вот это очень ценно и это необходимо и я благодарю за то что вы нашли время мне написать и мне посоветовать и как бы охлопать по плечу да подержать за руку вот это вот очень было очень помогает такие моменты значит если рядом люди которые готовы помочь хотя бы мысленно вот не говоря уже должен нашлись люди которые помогли материально вот так вот когда это все случилось мы все это узнали вот естественно первая мысль у меня какая я буду брать кредит и я его буду выплачивать вот шо мне посоветовали многие наши что причем с таким комментарии никуда не делись они там есть и было сказано шоу как вам не стыдно вообще день не просить вам не хотела в голову взять кредит как не странно приходи самое первое что мне пришло это то что к счастью большому счастью я могу взять кредит я этот кредит буду очень долго выплачивать потому что вот я эти 8000 не зарабатываю который мне придется взять кредит то есть все что я буду зарабатывать в этом году мне придется от всего отказаться от того всего за что я платила оплатила я за продукты вот полностью и откладывала на билеты и на поездку в украину вот билеты и поездка мне боится 4000 которые я вот откладывала для того чтобы поехать то есть это этого всего придется отказаться я не смогу поехать к маме с папой на следующий год я буду брать кредиты выплачивать вот с голоду мы конечно не умеем вот оплачивать питание будет мой муж но придется отказаться от каких-то других вещей которые мы бы купили вот если бы я бы оплачила бы питание то есть мы все понимаем сюда мне придется поднапрячься но сказать что беды страшной такой у меня нету и я же говорю что когда это все случилось я очень попыталась маму с папой успокоить да я буду брать кредит счастью я работаю счастью не зато платят я получаю зарплату я буду платы выплачивать может быть два года но как бы там ни было для меня это реально это будет трудно но я это выплачу да вот это вот была первая мысль когда приехала сюда вот я стала разговаривать с мужем не старого стал разговаривать с друзьями первое что мне посоветовали друзья это обратиться за помощью к людям все понимают что это большие деньги когда мне говорят ой 8000 это не такие большие деньги для америки вы наверно в америке не живете вы не наверно не платите наши налоги наши страховки все остальное если вы делать такие комментарии что-то небольшие деньги для меня это а вот например не зарабатываю потому люди мне посоветовали что ты обратись за помощью . причина такая очень многие американцы очень многие дети выращиваются воспитываются с понятием того что нужно какую-то часть своих заработков отдавать на нужды других людей у меня здесь подруга и они там детям своим там дают деньги за что-то платят и они говорят что вот вы там откладываете себя на что-то какая-то часть они говорят это черити то есть их учат вот это идет на нужды у вас есть специальный маленький там карманчик в вашем кошелечке да который у вас дома откладывать на нужды людям сколько там дети зарабатывают доллар там доллар сианта но какая-то часть из этих долларов она пойдет на помощь другим людям то есть они кому-то их отдадут в какой-то фонд какую-то организацию просто потратят на кого-то кому надо чем-то помочь но они вырастают с чувством того что часть заработанных денег это идет черный так сказать благотворительные дела очень много богатых людей в америке или людей которые просто хорошо зарабатывают любят давать деньги вот на благотворительность это развито это принято это поощряется нежели людей с раннего возраста воспитывают о том что надо давать отдавать вот на благотворительность помогать тем у кого может случиться какой-то катаклизм да и надо чем-то помочь я свое время когда-то катрина нас ударила хотелось и колечко купить и колечко часики от лучей отложила 400 долларов и приехала в хостка за теми часами кучи а там было объявление что мы собираем для жертв катрины я просто не смогла себе эти часы купить я пошла и отдала 400 долларов прямо там вот для жертв вот этих вот катрины то есть я в свое время отдавала точно так же как и все мне господь это в то время сказал тебе часы не нужны потому что людям сейчас нужна помощь все я пошла отдала 400 долларов никогда не жалела забыла про них забыла про то что когда ты такое сделала вот теперь вспомнила мне люди стали давать деньги на папу я думаю ну я вроде как бы сама давала но мне теперь возвращается и возвращается старицей надо сказать вот то есть это это случается это есть потому к людям можно обратиться и потому не сказали что ты давай попробуй открой фонд и попробуй обратись к людям вот ну и церковь естественно церковь моя у меня просто нету слов это церковная семья она у меня очень маленькая эта церковь вот но эти люди мне очень помогли я рассказала какая проблема я объяснила что такая ситуация мне нужно собрать такую-то сумму люди все прекрасно все понимают значит американцы понимают тот факт сюда ни одному не пришло в голову знаете ни одному не пришло в голову сказать а чё ты не возьмешь себе кредит все прекрасно понимают что кредит можно все прекрасно понимают что семья пострадает финансово потому что не придется чего-то отказаться может пострадает ребенок потому что ребенку там будет отказано там каких-то кружбран и так дальше каждый это примеряет на себя и потому каждый старается тебе помочь финансово что может быть тебе не было бы настолько трудно и вот это тем более драгоценно что люди понимают что ты как бы да ты не то что там с голоду пропадешь и этот нет они понимают что ты прекрасно все это можешь делать тем не менее они помогают вот и потому я тоже обратилась я думаю да действительно есть люди зажиточные есть люди просто которые хорошо зарабатывают которые я например 10 в церковь постоянно несу да сколько заработал 10 процентов и всегда дай я помогаю отдаю людям которым надо это я регулярно делаю потому что я жалею людей я понимаю что им нужно нужно помочь то есть и много таких людей есть у которых намного больше дохода чем у меня которые могут помочь вот это мы решила обратиться думаю хоть какой-то процент бог даст мне помогут остальное я буду брать кредит и мне уже будет его легче выплачивать и может быть может быть я смогу отложить денег для того чтобы все таки поехать и еще раз привести лиду и увидеть папу с мамой вот опять таки повторяюсь да они все это понимают американцы и очень много людей все таки помогло я говорю в церкви мне одна женщина одна из них выписала чек на 1000 долларов я не знаю живет ли она одна она в церковь приходит одна очень милая такая она взяла и выписала чек на эту тысячу долларов просто потому что и хотелось помочь все а правда подошла сказала что я хочу вам и писать чек говорит ну просто это ты никому не говори я даже не хочу пастор то есть я хочу сделать я хочу помочь но просто большая сумма я бы не хотела чтобы это нужно спасибо вам большое теперь я сижу и вижу и шар шаль потому что я должна человека хоть как-то чем-то отблагодарить кроме того чтобы сказать спасибо я думаю я хочу то такое сделаю своими руками и что тут ценится люди тут ценят вот вещи сделаны своими руками я и сделаю свежий шарпик такой шаль теплую зимнюю я и подарю вот другая женщина семейная пара выписала чек на 300 долларов и вот если 300 долларов уже пришли ниоткуда которые мне не придется никому возвращать то есть я естественно им что-то верну вот и живую то самое шаль я постараюсь приготовить ужин и пригласить их на ужин чтоб когда-то все закончится чтобы отблагодарить их и так дальше вот но вот люди приходят на помощь люди входят в положение люди понимают сюда муж работает на то чтобы содержать семью чтобы оплачивать все страховки и так дальше вот никто не спросил мне не сказал что вы можете пойти работать там еще куда-то как вот мне посоветовала одна умница что ну пойдите вечером поработать и никто из американцев так не сказал никто не сказал что можете еще вторую работу взять это было очень умное предположение и предложение потому что люди понимают что там можно взять но ребенок не будет маму вечером видеть люди входят положение и люди помогают конечно же я уже взяла себе лишние кружки в школе бог даст мне эти кружки дадут везде на них запишутся и их преподавать это будет то лишняя копейка который поможет мне расплатиться с остальной частью долга как из работа у меня будет слава богу за то что у меня есть работа ли я могу заработать и слава богу за то что есть люди которые понимают которые помогают входит положение почему-то для моих бывших соотечественников для много это неприемлемо то что я живу в америке и я прошу финансовой помощи вот вам и вся разница ментальности то есть вы можете зарабатывать вы можете брать кредиты у вас есть муж у вас ребенок входит в государственную школу за меня уже все посчитали и мне сказали что я это могу себе позволить зашло им большое спасибо вот и таких комментариев оказалось даже не один вот и вот это вот я не сомневалась что люди не поймут того что я прошу помочь финансово я не сомневалась что будут те которые скажут что как тебе не стыдно знаете мне не стыдно мне не стыдно потому что именно совет пришел от тех людей которые живут тут и которые знают своих соотечественников и которые знают что есть очень много людей которые действительно жертвуют на благотворительность помогают ищут возможности помочь если они слышат о том что кто-то нуждается они с радостью дают такие деньги вот больше половины суммы я собрал вот плюс пожертвование из церкви у меня есть вот так что мне остается покрыть три тысячи долларов которые предложение пришло от двух разных человек зашло им большое спасибо вот одно предложение от давнишнего моего друга из украины который даст мне эти три тысячи которые я могу не взять и которые я буду отдавать без процентов так как мне будет удобно то есть за это я очень благодарна то есть я не буду в долгу ни перед каким банком и не буду выплачивать никакой процент пусть меня никто не будет трясти к игрушку что давай давай возвращать деньги то есть когда я смогу я тогда верну зашу я очень благодарна второе предложение пришло от моей подписчицы на канале которая стала моей близкой подругой с которым очень часто разговариваем и советуемся человек от которого и принципе и не ожидала потому что я знаю что есть а мощность финансово не очень комфортно живется но тем не менее человек предложил дать мне эти деньги и тоже не сказал проценты там вернешь когда ничего если тебе нужна я тебе это недостающую сумму да все вот за это большое спасибо знаете когда вот так вот обращаешься к людям и у тебя есть варианты возможность взять деньги там и там и там и ты находишь более приемный приемлемый вариант который тебе поможет потому ребята у меня все в порядке господь велик господь помогает господь откликается и это даже не это это не нет папа моего папу с господом свои отношения вот его господь вытащит однозначно вот так что у меня все в порядке всем кто поддерживал спасает большое спасибо всем кто меня осуждал ну как бы шо мы отдаем во вселенную то вам и возвращается так что когда вы осуждаете просто помните об этом да мне от этого было ну я не скажу что больно я ожидала таких комментариев да вот но как бы вы не сделали мне ничего плохого но вы сделали плохое себе вот и все то что я верю то что я слава богу уже в своем возрасте научилась наблюдать и видеть постоянно вот потому эту тему закрываю по этому поводу больше разговаривать не буду когда папе сделают операцию бог даст все будет благополучно я конечно расскажу об этом вот потому что люди болеют и люди спрашивают и люди интересуются так что большое вам за это спасибо за участие опять таки за подставленное плечо за то что подержали за руку за то что просто пожалели и вошли положение вот возвращайтесь на канал сказать что хочу чтобы все вернулись на канал нет я с удовольствием забаню всех тех кто не умеет сочувствовать всех тех кто не умеет любить кто не любит понять кто завидует вот тех не жду не зову и не плачу всем остальным возвращайтесь на канал буковинка лады будем дальше болтать с вами о школе о вышивании следующее видео будет уже о вышивке обязательно вот возвращайтесь а ставьте лайки подписывайтесь до встречи пока